16 марта 2012 года в Санкт-Петербурге на турнире M1 Challenge 31 в главном бою вечера сошлись два легендарных бойца. Двукратный чемпион ADCC, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, ветеран турниров UFC Джефф Монсон, еще тогда только делал первые шаги на российской земле, и это был второй его поединок после встречи с Федором Емельяненко несколькими месяцами ранее. В этот раз ему противостал боец, чей стиль и опыт позволяли на равных бороться со столь элитным грэпплером. Алексей Олейник к тому времени имел за плечами победы в Гран-при М1 и КСВ. А также помог команде Red Devil завоевать титул командных чемпионов мира M1 Challenge в 2008 году. Друзья, как вы уже заметили, турниры M1 богаты на самые невероятные исходы, зрелищные поединки и жесткие нокауты. Мы собрали для вас лучшие бои в нашей 23-летней истории, и каждый день публикуем новое видео. Поэтому, чтобы не пропустить очередной шедевр из мира ММА, обязательно подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех обновлений. Добавлю, что дружусь и планами на мото, как сам Алексей этот тренирует. Продолжие господинные войchnet они за 책или на свои проекты, Три, 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 мандарины, 8, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Два борца одинакового стиля. Я побаиваюсь здесь двух вещей. Первое, чтобы Алексей ухватил функционалки. Это два бойца примерно одинаковые по стилю. Монсон посильнее. Олень получше делает болевые на ноги, Монсон получше души. Будет шахматная партия. И второе, я боюсь, чтобы Алексей не пропустил нокаутирующий удар. У него был не так давно нокаут от Магомеда Маликова. Довольно неприятный. В общем-то, у Джеффа не такой серьезный удар нокаутирующий. Хотя тяжелый вес, конечно, если попадет чисто, то... Да, Меша говорит, что он помнит от Монсона и нокаута коленями в том числе. Да, будет крайне интересно. Я, конечно, ожидаю, что будет матч двух грэпплеров. Но в сегодняшний турнир нам много сюрпризов преподносит. Поэтому, может быть, даже бой из стойки пройдет. Кто знает. Не исключаю. Джефф, конечно, сейчас будет целиться в ноги. Алексей все правильно делает. Длинные руки, он использует преимущество в длине рук. Но плохо закрывается ударная техника, у него беда. Сразу гард. Вот началось. То, что оба умеют прекрасно делать. Здесь уже действительно шахматная партия будет разыгрываться. Откуда идет такой дикий свист в микрофон, интересно? Сейчас, слава богу, прекратился. Алексей вяжет. Алексей вяжет, не дает бороться. Контролирует. Но вот уже в халфгарде, Джефф. У Джеффа удержать именно силой довольно тяжело. Тяжелые удары, Джеффа. Несмотря на то, что работает только локтевой сустав, слышны звуки. Такие серьезные. Пытается зайти, не зашел. Алексей спрятался. Попытка снизу Монсона подушить. Обратите внимание. Это скорее прихват. Там душа еще как такового нет. Контроль шеи, контроль головы. Мощные удары на ребра. Да, на ребра там серьезное сейчас давление идет. Закрывает? Ну нет, есть, есть. Он перекрывает кислород Монсона довольно тяжело. Это попытка сделать свой знаменитый прием. В душе не изекельчок, если не ошибаюсь, называется. За что его прозвали? Удавца во время? Да. А тут два удава такие сошлись. С самого начала партер, конечно, Алексею не столь выгоден. В моем понимании. Как он и говорил, это будет такая шахматная партия. Я буду работать по позиции. От этой позиции влезает на север-юг. Влезает на север-юг. А от этого приема, опять-таки мы с Алексеем беседовали, довольно мало. И в том числе и в интернете. Шею, 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 Леша, Леша, Леша. Сейчас будет, может быть, удар коленом в голову, после того, как оторвется третья точка от пола. Поэтому надо контролировать. Плюс гильотину стойки никто не отменял. Вот о чем мы речь. Нормально, нормально. Алексей в этом плане, его в стойке задушить довольно тяжело. Я видел, как тренировался. Чуть меньше боюсь даже, чем в бою с Федором. То, что попадется на какой-то именно борцовский прием в стойке. Обратите внимание. Алексей работает коленями, сушит бедра Монсона. Очень грамотно. И дальше разорвай. Хорошо. Молодец. Что же дальше? Монсона вот это вполне характерно наброшенный левый боковой. Капа. Капа, выпала Капа. Судья не заметил. Чуть выше левую руку. Голову не выставляй. Выше левую руку. Скорости немножко не хватает, Алексей. Конечно. Он об этом и говорил. Избрать тактику. Федор Емельяненко. Надо быть Федором Емельяненко, чтобы так работать. Опять проход много. Загвардил. Нормально, 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 нормально. В принципе, ничего. Прямо поединок захватывает. И что-то есть хорошее преимущество. Попытка ногу вытащить. Да, вот это его классический прием. Помню, с Сергеем Харитлиновым один в один он сделал. Такой же прихват. Есть контроль ноги. Джефф вполне может давить как раз силой. Давить массой, пытаться, по крайней мере. Спокойно проконтролировать и не пускать фуллмаунт. Не пускать фуллмаунт. Джеффа фуллмаунт нельзя пускать ни в коем случае. Вязать спокойно, работать. Вязать спокойно, работать. Интересно, будет ли пробовать Алексей здесь выходить на руку? Алексей отсюда можно, можно, можно будет попробовать. Монсон хорошо работает. Такой-то подтаскивает бедра. Пошли хамер-фисты. Пробил. А сечение у Монсона особое поднимает. Не уснул, ну не уснул, сдал все. Там все будет поделать. Стойку, ну первый раунд остается 10 секунд, а нос разбит. Не рассек он, Джеффа. Да, да, нос. Выше руки. Есть еще попадание. Хорошие, прямые, такие, противные. Монсон не успевает за ними. Есть! Да, у Алексея очень такие неудобные корявые удары, но в цель попадают. Время, первые пять минут. Хорошо. Отработали, знаете, пока бой идет, в принципе, по тому рисунку, каким он должен был. На равных, я бы сказал. На равных, ну, у Джоффа есть два преимущества в борьбе. Он находился сверху, он в борьбу входил, находился в борьбе сверху. Леша подустал. Подустал, но ничего страшного не произошло, просто Джоффа несколько раз пробил. Возвращаясь к вам того же Алексея, ну, как ты, говорит, зачем выходить из меня за победой? Выхожу, давайте за свои имени, за чьей страны. Я ощущаю себя бойцом, у которого мало стимул. Сейчас мне этот стиминг гали. Визит для меня, как для спортсмена, плюс, это должно быть, знаете, как золотое звено в цепи моих боев. Он много же с кем дрался, визуаторе в том числе. Надо, я себе заявляю, в том числе. Нормально. Нормально для Алексея встреча с бойцом, пожалуй, человеком, который в партере. Аккуратно, ты спроизводительный запусти, а так себе тут стану. Им вообще мало кто может что-то противопоставить. Конечно, по-своему моменты, лишь бы хватило выносливости. Лишь бы хватило выносливости. Мне кажется, пока они одинаково устали. Джефф пропустил побольше стойки. А Леша истратил больше сил в партере. Как мы знаем, пропущенный удар в голову Монсона никогда не смущали. Я сейчас, возвращаясь назад к поединкам именно Джеффа. Алексея нокаутировали в стойке, это дело было. А Джеффа в стойке кто-то срубал? Нет. Нокауты были. Нокауты были. От Федора, но нокаутов нет. Мы уже много говорили о шее Монсона. Там, конечно, феноменальная шея. Но вот опять он пробивает его массой. Леша прекрасно понимает, что если он делал, что тот будет делать. И все равно. Движи. Его попробуй подвижи. Конечно. Джеффа не часто достается соперник, который подобным образом способен его удержать. Да. Семипудову попробуй сдвинешь сначала. Обычно люди избегают партера с ним всевозможными способами. Здесь, наоборот, Алексей, в принципе, не против. Ну да. Очень хорошо сложился, Алексей. Хорошо. И дает работать. И влезть на соперника дальше. Подтянуть, обратите внимание, подобрал правую ногу под бедро. Да, да, да. И дальше гард. Ну это да, это будет в любом случае в затылок. Вон, с вами не та скорость, чтобы успеть пробить. И Алексей спокойно прячется. Ждет своего шанса, может быть. Звереет, товарищ. Не получается, что ж такое. На мне висит и висит. Да, крайне неприятно для Монсона. Ну, 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 это затылок чистой воды. Ну там, на грани, я бы сказал. Я понимаю, я здесь предвзят в любом случае, потому что бьются представители. Обычно зону затылка определяют двумя пальцами. Ведут от Монсона до затылка два пальца руки. И это определяет та зона, которая является затылком, по которой бить нельзя. А у Монсона где затылок начинается? Вот так, если посмотреть. Молодец! Хорошо, Леша! Аккуратте, аккуратте! Леша, у Леши отмечали. Это, это, у него есть эта беда. Осторожно. Хорошо, навстречу. Молодец, попал в челюсть. Молодец, Леха! Мне кажется, или Монсон поменял стойку? Мне кажется, с Федором он был в другой стойке работал. Видимо, все-таки прячет ногу. Прячет, прячет. Он, во-первых, стоит практически фронтально. Вы обратили внимание? Он стартует почти прыжком с двух ног. Ногу он будет прятать. Прошло сколько? На восстановление, по его собственным словам, где-то порядка шести недель. Перелом был неприятный. Он не столько тяжелый там со сколками, сколько просто неприятный. Леша, хамерами постучать просто. Аккуратно постучай хамерами. Монсон будет стараться рыбать. Хорошо. Есть преимущество? Два минуты до работы. Спокойно до работы, не меняя позиции. И что, Кимуру? Позиция сбоку, заходим. Не получилось, зашел. Ушел. Нормально. Есть преимущество? Нормально-нормально. Молодец. И крайне интересно посмотреть, как Монсон будет работать снизу. Я думаю, Леша ему готовит болевой на ногу. Расслабляет. Сейчас показывает, что готов ли атаковать. Надо быть только самому поотвоженному. Удар тяжелый, конечности короткие. Он даже вот этим фоллухаммером может посечь просто. Готовит болевой на ногу. Пока не похоже, конечно, но... Работайте, работайте. Работайте. Попытка взять и Зикильчок со стороны Алексея. Но там такая шея, что не обхватит. Да. Задушить Монсона? Наверное, можно. Кому-то. Я этого кого-то не знаю. В теории, да. Да, Дмитрий, вы правильно сказали. Абсолютно согласен. Там счастье надо искать болевым на ногу. Счастье болевым на ногу. Ну, добавь, добавь, Леша. Мне кажется, поторопился Алексей с проходом. Ну, как побежал. Можно было побить. Ранее, 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 ранее. Завалить есть, так да, он есть. Ну, посадил на пятую точку. Усадил на пятую точку и садил. Ну, осталось, спрятался, заставил. Он на тренировке частенько объясняет. Как только начинает душить, надо таз сразу вводить в сторону. Тогда есть возможность выдвинуться из этой зарплаты. Когда ты таз вводишь, с ними фронтальные атаки на тебя, ты выходишь в сторону и выкручиваешься, фактически, из замка вылезаешь. Да, 2-5 минутки. 2-5 минутки. Осталась одна. Третий раунд определяющий. Здесь, насколько хватит сил, насколько хватит выносливости. Я знаю, что многие ребята из флайбазы, которые тренируются у Алексея, они сейчас действуют арбургии. Я по должности. Они, потому что приехали поддержать, в том числе и своего наставника. Ребята на тренировке сейчас тоже болеют, понятное дело. От джафта, на самом деле, понятно, что я сам подустал. Вот эта попытка выбранной цепки, она тоже не от хорошей жизни. Два раза он оказывал сверху, и сейчас он вдруг падает вниз. Отдает инициативу Алексею. Да, удушение в стойке, такой своеобразный вабанг. Вложить всю мощь, всю силу в этот прием. Мунсен и с его короткими конечностями этот вабанг нормально сработает. Если он захватился, плотно под мышку вставил, туда вот, под шею, все. Из этих лап еще никто не выбирался. Вабанг, все, нет? Вот они, 5 минут, еще 5 минут. Предел, выносливость Алексея, если не достигнет, то он, по крайней мере, к этому близок. Мунсен сейчас будет форсировать события. Для него хороший вариант, хороший вариант, это поработать вот эти первые где-то минуты-полторы, пока он еще в состоянии стартовать быстро. Потом не сказать, доживает левую руку, Леш, левую руку выше. Вот он, вот, пожалуй, попытка была зайти за спину Джеффа, проконтролировал грамотно Алексей колено. Ну, не попало в целебство. Ух ты, пустил под спину. Садится, работа на тайгдон, конечно. Увалить. Попытка поработать в стойке будет или дальше поборемся. Затылок не надо, говорит. Опять попытка удушить. Нет. Ну, здесь пока только контроль с обеих сторон. Поединок вот именно борцов, именно грэпплеров, мы скоро ведутся подобного уровня, они не всегда... На середину. Они не всегда столь зрелищные. И смотрят с превеликим удовольствием, и потом изучают специалисты по грэпплингу, по джюдюцу, потому что даже по джюдо может быть. Леша, голову спрятать. Серьезно, удары пропускает Алексей. Можно же бить до бесконечности. Тут надо что-то делать, может быть, кататься, мастить, уходить, я не знаю. Позиция сбоку, Алексей устал. Еще три с половиной работать, выход на прием есть. Михаил Малютин, он сейчас правильно советует, пытаясь уходить в сторону. Не докерпишь, Леша. Да, это не дело, нельзя так терпеть. Можно и поплыть, в конце концов. Он подставляет лоб, в принципе, он закрывает челюсть, закрывает нос. Ну, лоб, конечно, самая крепкая кость, но нос-то сотрясается так или иначе. Это понятное дело. А, ну, да, здесь что? Здесь мастить, если не получилось, потратишь много сил, больше, чем хотелось бы. Монсону данная позиция сейчас выгодна. Он будет в ней работать, он не будет стараться сейчас дорабатывать, допустим, на чистую. Да, ему комфортно. Ну, комфортно здесь, можно спокойно дорабатывать. Сейчас будет болевая на руку, я так подозреваю. Да, он заходит сбоку потихоньку там. Есть контроль ноги со стороны Алексея? Есть. Да, ну, пока он его контролирует, там Кимура вряд ли пройдет. Вот. Работай, работай, показывают Джеффу. Работай и выиграешь. Ни в коем случае не давать Алексею вставать. А Алексею именно это и надо советовать. Работать, работать. Да, шахматная партия двух мастеров. Ух ты. Леша скин, ну все же хорошо, но это Джох Монсон, он попробует скин. Да. Ну вот, подобрался, подобрался, подобрался. Надо что-то пробовать, Алексею. Если он просто лежать и вязать, то... Третий роман там проиграет однозначно. Да, это не в его пользу. Первый раунд там ровный был. Первый, знаете, на тонкую. Ну, опять. Стойку. Стой, полторы минуты. Здесь нужно атаковать сейчас. Побоксировать немножко на дистанции. Полторы минуты, всего полторы минуты. Нормально, нормально. Леша, руки выше подними, ну что ж такое-то. Попытаться за спину забраться. Ну или хотя бы перевалить, перевалить. Колено внимательней. Плывет немножко, Алексей. Это на фоне усталости, конечно. Это вот как раз те удары, пропущенные в лоб. Они сейчас сказываются. Это естественно. Остается не так много, остается минута. А что за спину, если запрыгнуть? Вот он пытается... Хорошо. Ну или хотя бы, ну хотя бы гардно. Ну хоть так, чем никак. Нормально. Укрась концовочку. А там что судьи решат, знаете еще? Попытка задушить? Ну я бы дал экстра раунд. Не, не надо. Не надо. Я точно знаю, что Алексей на экстра раунд не готов. Просто несколько раз Алексею сейчас попасть. Несколько раз. Концовка запоминается. Мы с вами... Хорошо, Леша. Ну на ногу, ну на ногу. Ну не дернись, рванись. Попытка удушить? Да ладно. Монсона задушить? Не верю. Тяжело, блин. Какой сейв. Алексей, ага, попытка подобного удушающего не получилась. Концовочку, Леша, работать. Сейчас можно на трюбольник попасть. Можно попасть. Не успеет, не успеет. Банально не успеет. Леша сейчас жертвует. Хорошо. Ну молодец. В честь и хвала. Да, концовка 20 минут. Концовка за Алексеем однозначная. Молодец. Просто молодец. Если будет экстра раунд, конечно, да, конечно, будет беда. Но я жду судейских оценок. Я жду судейских оценок, логично рассуждая. Я для себя вывод сделал, но я его приберегу. Все-таки пока судьи, что ты не скажешь конкретно. На самом деле, Алексею, честь и хвала. Выстать 15 минут даже против признанного действительно мастера-партера. Я не знаю, в каких кошмарах людям приснилось то, что фаворитом в этом бою выступает Алексей. Беседовал с разными людьми. Кто-то разбирается. Вот те, кто не разбирается. А, это Монсо, тот, которого вы здесь уже били. С выражением имени Исея как раз. А, это тот самый Монсо, которого вы били. Люди, о каком Монсо не говорите? Может, разных имеем в виду. Фаворитом в этом поединке, к сожалению, и для меня в том числе, и глаз как раз жертв. И для Алексея большое дело то, что он, в принципе, доработал до конца. И нельзя сказать то, что поединок был в одну калифту. Второй раунд, по-моему, с трудными мнениями, выиграл Алексей. Концовку третьего выиграл Алексей. Согласен. То, что суди сейчас скажут. Наверное, вполне поможет. Ну, нормальный бой. Давай. Нормальный бой. Качественный. Зрелищный. И повезло, на самом деле, еще Лёше, то, что Чех не обладает ударной техникой. С руками, конечно, не обладает ударной техникой. Разделкой даже. Ну, мы сделали решение на суде победы от боевых, как тебя. Жалко, но. Снежка, это проекта у нас. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон»